Посмотрели её игру. Играют неплохо, стараются, молодцы. Со стороны, кажется, ну, особенно когда ты видишь одного игрока и второго, там, типа, вот оно всё просто, вот так вот, а здесь ошибка, а я бы так не сделал. Конечно, конечно, конечно ты так не сделал бы. Ага, и все чемпионы. Нет, ну, сложнее просто это, сложнее. Я вернусь через три минуты, не скучайте, пожалуйста. Не скучайте. Энте будет... Энте будет играть? С хавком Энте? Можно мне, пожалуйста, хошка немножко? Да, с Энте. Очень хороший матч. Очень хороший матч. Посмотрим, что будет. Спасибо. 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 ... Спасибо. Сильнее. Спасибо. 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 Скелет. Молодец. Дело, что самое ценное. Очень битый. Очень битый. Надо его подконтролить. Финды подходят. Добил сам фута, потому что, видимо, понял, что никак. Так, Архмак скоро третьего уровня будет. Старт прекрасный для хавка. Ага, атакую. Два и девять. Еще одного скелета хватит? Не хватит. Но ДК очень бит. Классно он его. Оооо, вот. Я только сейчас заметил. Блин. В Германии все-таки проявляется, да, эта такая штука. Вы посмотрите, какое... Какая... Какая страшная... Какой он-то страшный просто. Посмотрите. Он поставил модельку женскую. Новую рефоржевскую вместо Артаса. Здорового человека. Он поставил страшную, низкополигональную ДК-шку. У которой, несмотря на готичность, подведены глазки там, все губки, все, все. Включил бы графин, было бы нормально полигонов. Зачем? Корсейр говорит, за что? Я теперь не усну в мои глаза. Смотри, смотри. Как выглядит толерантность. Ё-моё. Ладно, давайте концентрироваться на... На каких-нибудь позитивных вещах. Переходит сейчас в агрессию. Хавк. Второэлементали есть. Начинает разводить на коэл ДК-шку. Классно. Артекс. Да. Но не... Но не сегодня, короче говоря. Потому что подлагивает у меня почему-то новая графика. Увы. То есть, видишь, есть вокруг данные всякие с Warcraft 3 бустера. Для того, чтобы они работали, нужно делать на одной машинке. Так, тайминговый хороший магазин есть у Хавка. Без иронии тайминговый. То есть, как Архмак возвращается, Магас его уже ждет. По технологиям, понятное дело, мы на один тир отстаем. Но это не так страшно. Халявит Хавка у себя на базе. Ни одной вышки нет вообще. Но с таким стартом он реально может подхалявливать. Может. Очень битый Архмак. Не знаю, зачем он себя сюда загоняет. Это же Койл. Это же Нова и минус АМ. Он бежал сюда явно за Финдом. Ай, самый не... Короче, футмены умирают, увы, один. Двое спасаются. Но учитывая то, что это был Койл и Нова, может быть, неплохой размен. Для Хавка. Достраивает рабочих. Кузня. Лесопилочка. Виктор Зорин засаппортил за графику за старую. Ну да, у нас где-то 50 на 50. Но... Я думаю, что можно попереключаться. Я переключился назад исключительно из-за того, что фпс проседало. После какого-то патча у меня опять. И все. Правильно делает, что... Неправильно делает, что танкует футами. Это... Сейчас сделал ретаргет и стало получше. Ой, 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 ой. Бежать, срочно бежать. Там такие битые футы. Регениться АМ. Что же делать-то, а? Добил ДК, судя по всему. Я не обратил внимание на количество экспы. Скелеты перебивают регенерации парочку. И приходит первая обсидианка. Да, сейчас в стаде такая у Хавка. Хоть он проявляет агрессию, ему нужно терпеть. Чем дольше он терпит, тем больше у нее шансов. Там он еще вложился в Т3. Уходить далеко не хочет. Пытается... Добивает, кажется. Не, по анимации как будто добивал, на самом деле не добивал. Этого гнола. Но плюс за старание. Дефенс появляется хорошо. Дефенс тоже выигрывает немного времени. Хавка за каждого футмена сражается. Экстренно делается арканка. Ну и МКу ждем. После турика будет PUBG или КБ, спрашивает книжка. Или ФФА. Обычно турнир заканчивается уже ближе к 12, поэтому... Отталкиваемся от того, что не будет ничего. Ну то есть не рассчитываем, что что-то будет. А там посмотрим, во сколько освободимся. Будет ли Сокол на связи, например. Элементаля бы добить. Молоток. Попытка подрезать Финда. Закопал не того Финда Энте. Это плохо, конечно. То, что он Финдов еще отдает в ровном... В чистом поле. Просветка. Сейчас будет Койл, выкапывание. Да ладно, почему не спасает? А, потому что у тебя моделька такая, деки. Все понял. Сам виноват. Не, ну реально косячат просто... Просто Энте. Тут магические вышки. Можно, кстати, молоточек кинуть в... Да, отбиваемся. Там же Т3 уже доделалось. Доделывается еще секунд 20. Во, кидает Койл наконец-то. Тем не менее, Финд еле-еле-еле-еле выходит. Еще молоток. Он того стоило. Но с Дестрами нельзя сражаться. Дестроеры с маны разваливают футменов налево-направо. Ох, какой же урон влетает в них, а? Там по 40 урона магического. То есть по 80. Плюс сплэш. Минус 3 фута. Кормежечка. Этот вылет Дестров, он очень опасным получился. Битые герои у Хавка. Опасно. Рабочие терпят. Хавк на пределе. Тут очень агрессивно играет, блин. Вышки недоконтраливает. Надо было на героев переключиться, конечно же. Город в осаде. Рейнджика вторая. Новая. Ну, это телепорт. Сразу сюда бутылку выпить. До того, как Койл прожмем, пролетит. Молоток в деку. Ее мое, там Дестр еле живой. Вертолетик, да контроль. Смотри, Дестройер какой летает. Да, увидел. Молодец. Минус Дестр одним вертолетом. МВП просто. Доконтролит. Спасти героя. Спаси его. Спаси, он же не для этого. Паладин выходит. С паладином попроще. Против Хиракила будет. 43 лимит на 55. Причем все еще работает база. Нормально. Возможно, зря не дождались мы Маутан Кинга, но... Дестр еле живой. Койл получает. Диспелит. Элементали получает немножко жизни. Но скорость перемещения Дестров ниже значительно, чем у вертолетов. Ему некуда деваться. Арба работает прекрасно. Ну и все, кажется. Энта уже не пропушит. Разница по лимиту уже где-то пятнашка. И она будет усугубляться, несмотря на наличие штрафа. Все равно у Хавка суммарно это золото больше добывается сейчас. И... Лимиты. Ну, в смысле, качество юнитов уже... Хорошее. Попытка закопать под вертолетами Финдов. Это очень... Достойно прохлады Сокола. Ну, вы понимаете. Босс-вертолет. Да. Да, у Маши был лучше ДК. Здесь даже третьего уровня нет. Крипджек. Даже тролли, наверное, не... Пытается добить тролля. Инвул камень жизни. А ДК-то может не уйти. Ой, сам выпустил. Сам выпустил ДК. Но сейчас можно все равно... Камень прожрал. Маны нет на молоток. Ну, у Хавка, как видите, уже кони вовсю. Палыча Стаффет. Контролит Хавка. Отлично. Умудряется еще почти зажать ДК. Молоток. Сверху. Сверху. Сверху дырка. Поджать. Можно справа. Хорош. Все, зажал. Пишем ГГ, выходим. О, нет. Там... Коня нужно подставить сюда чуть ли веще. Чуть ли веще коня. Мала... Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ну ладно, хорошо. Все равно 60 лимит на 35. Как все равно? Контроливает просто отлично. Хорошо. Контролит. Ну, начало было еще прекрасное. То есть там окружение. Два койла в молоко. И здесь и там. Экспанд довольно хороший. Без потерь серьезных. Ну что, мы потеряли одного футмена и, наверное, одного рабочего на постановке экспанда. Энты не сдается. На 70 лимита, на 40 уже преимущество колоссальное. Грейда 1-1. Делается второй армор. Достраивает фермы под 80, даже больше. И контролирует перемещение Андеда, чтобы он не крепился нормально. Сам при этом попутно собирает нейтралов. Получает второго палоча. Здесь каким-то макаром обсидианка там еле живая была. Убили ее. Просто один архмак с тремя вертолетами обсидианку раздраконил. Пытается Энта просто сваливать от надвигающейся армии Хавка. Но хошка повсюду. Слева кони, справа кони. Начинают подрезать. Закапывается, кстати, сейчас работает. Телепорт уже есть у Деки. Как же Финды отваливаются. У них армора нет, по ним бонус. Потом еще урон повышен. Из-за того, что у Рыцаря есть апгрейд. Есть Инвулу. Я думаю, Инвулом будет ловить Койл. Хотя можно Лича убить, кстати. Второй Койл слабенько как лечит. Это все из-за арбы. ГГ пишет Энта. Очень... Уверенная победа Хавка. Прям... Ни...